Всем здравствуйте! Я хочу поделиться, как я сегодня сходила в кино и посмотрела фильм «Лёд-2». Уважаемые зрители, очень хороший фильм, всем советую. Потрясающая игра актёров. Фильм очень жизненный, положительный. Вы знаете, что самое интересное? В зрительном зале сидели одни женщины-девушки и даже слышно, как потирали слёзки платочками, потому что на самом деле такой душевный фильм. Очень берёт за душу, переживательный, но слава богу, что там как бы хэппи-энд, но к этому актёры наши должны были прийти к доброму концу. Потрясающая игра Александра Петрова, моего любимого артиста, молодого, с голубыми глазами. И вы знаете, что наши артисты, в том числе Александр Петров, потом Виталия Крениенко, девочка маленькая, далее Надежда Михалкова, Мария Аронова, они там даже поют песни. То есть получается такая мелодрама, как американский фильм, то есть там ещё поют песни артисты. Совершенно забыла, как же этот фильм называется, американский, что девочка должна была выйти замуж, и там вот они все поют песни, танцуют, но здесь, конечно, немного не так. Но то, что наши артисты, какие голоса, боже, боже, вы знаете, всем советую, идите срочно в кино на Лёд-2. Сказать вам по секрету, я Лёд-1 не смотрела, но на Лёд-2 я пошла и не пожалела, и, в принципе, возможно, даже готова ещё раз ходить, поплакать, пожалеть всех, себя. И, в общем, понимаете, эту атмосферу зрительного зала, что все сидели, плакали, переживали, и потом вот умилялись, что всё хорошо закончилось. Ну прям, ну прям, ну-ну-ну, вас всех люблю, всех, всех люблю. Да, там поднимаются проблемы молодого папы, вот. С ребёночком не буду рассказывать вам все тайны, потому что обязательно сходите в кино, и потом мы дальше всё с вами обсудим. Желаю приятного просмотра, обязательно идите, потому что сейчас идёт этот фильм в прокате. Пожалуйста, идите, не упустите свой шанс, посмотрите на большом экране, сопереживать. Этот фильм достойный, достойный во всех смыслах слова. Идите, не пожалеете. Всем спасибо, всем пока.